Ой, Dead Space. Ну ладно, не четвёрка, ремейк, но всё же Dead Space. Конечно же мы скучали по Dead Space и уже не верили, что серия вернётся к жизни после антигуманных экспериментов. ААА-хоррор, а тем более в космосе, это крайне редкий покемон, для которого у нас всегда накрыт стол и идут от приходов. Понимаешь, мне сначала показалось, что в бутжате вселился Бэбэй. А-а-а. И меня просто... Смотри, какие зубки. О май, он на флексе просто. Сейчас ещё надо зачитывать. Да, зачитает зубами по лицу. Трогать нельзя. Большая разработка хоррора обходит стороной, потому что страшно в это ввязываться. Банально сложно одинаково напугать большую массу людей. Одному покажи дырку, и он заорёт, потому что... Да, Алан Вейк, кстати, охеренная игрушка. У тебя она должна быть такая... Надо это, чтобы ты в неё поиграла. Да, и я заметила, что и жанр фильма хоррора как-то... Ну, так уже... Так сяк держится, потому что искушённых зрителей всё сложнее напугать. Ну да. Так же, как и искушённых игроков. Может, отрипофоб. А другому приходится искать какие-нибудь фильмы со дна айсберга, чтобы хоть как-то простимулировать порушенную психику. Надо находить что-то среднее между этим и ещё умудряться как-то продавать. Крупным студиям при создании хоррора приходится идти на компромиссы, чтобы угодить в большом... Для меня оба раза Литл Хоу был обосрамс. Потому что ты не хочешь смерти персонажей, и ты за них переживаешь. Вы думаете, почему диван такого цвета? Он специально был куплен, чтобы не было видно. Просто, понимаешь, когда ты безэмпатичное хуйло... Ты не будешь пугаться, потому что тебе похуй на тех, кем ты играешь. Умер и умер, да мне похуй. Тебе просто насрать. Ты такой... А, иногда я, короче, слышала отзывы, допустим, фильма. На фильм всего один-два скримера каких-нибудь. И то они такие, знаешь, один из них полу-скример, в плане того, чтобы абсолютно не страшно уметь, неожиданно просто. Тогда им что-то случается. Берсонаж выходит, например, другой. Вот. И, короче, люди выходят из кинотеатра. Слышь. О, да я сейчас одним из три... И скримерами пугают. О, фильм, ты как говно, пошли тюрусы. Вы буквально тут сидели, ржали весь фильм, его даже не смотрели. Вы даже не пытались, блять, сочувствовать героям и понимать их. И проникнуться ситуацией, и поставить себя на место героев. Как вы можете испугаться? Как вы можете им переживать? Ага. Я думаю, ты говоришь про скример, и я думаю, я вспоминаю, как мы пугались с тобой фильмов... НЕ ХОРРОРОВ, где резкие звуки внезапные. Да. Из-за этого возникают определенные и большие проблемы. Но поскольку дорогой качественный хоррор гость нечастый, мы на эти проблемы смотрим сквозь пальцы. Например, главная проблема Dead Space в том, что это хреновейший хоррор в принципе. Но мы с этим как-то нормально живем. Ведь это лучше, чем могло бы быть. Если посмотреть в сторону инди... Мне было страшно играть. Хотя давайте не будем туда смотреть, хорошо? За последние годы многое поменялось. Теперь инди-хорроры это... Угу. Инди-хорроры. Просто инди-хорроры. Как много в этом сочетании. Ранний доступ, девочка с волосами, ходьба в коридоре. Че объяснять? Сожгите это. Потом утопите. Засыпьте солью напоследок. Если что-то вдруг всплывет, можете забирать. Оно жизнеспособно. Все остальное аннигилируйте хренам. Единственное правильное взаимодействие. Так что Dead Space клево. Я не верю в от всех естественное, но фазмофобия меня пугамся. Даже когда я смотрю ролики. Хотя салона по себе такая пластмассовая и весьма не страшная. Ну, я думаю, сосед тебя тоже испугает. Ух, блядь. Потому что другого у нас особо-то и ничего и нет. Точнее, не было. Потому что относительно недавно кое-что из инди-хорроров всплыло. И всплыло много. И это не те инди-хорроры, к которым мы привыкли. Тут есть нюансы. Это игры, но они не совсем полноценные. Это демки. Они короткие, некоторые недоделанные. Их много. Они разные, но по сути это одно и то же. И в них можно не играть, их можно смотреть. И в этом формате они даже лучше воспринимаются. Настолько все странно. Это, можно сказать, даже новое направление. Антология короткометражных игр. Quantic Dream и Telltale к этому стремились. Чтобы игру можно было смотреть как фильм, но еще и в нее играть. А добились этого рандомные чуваки с помощью Unity. Короче, сейчас все подробно расскажу. Не бойтесь кушать бутерброды, ведь с вами был джать. И мы начинаем. А вот это вот вам... Сейчас надо вот это все рассказывать? Ну там, под жуткий эмбиен, загадочным томным голосом, пояснять, что такое хоррор, как он работает, что он там в человеке трогает. Все прекрасно понимают, что хоррор это наука, причем созданная британскими учеными. То есть, британские ученые могут рассказать, что раньше жили гигантские лягушки, которые ели динозавров. Но где применять эту информацию, совершенно непонятно. Так и с наукой хоррора. Узнавать каких результатов можно добиться с ее помощью интересно. Но вот как ее правильно и полноценно применять в условиях разнообразных жизненных и творческих факторов, совершенно непонятно. Вот у нас есть нераскрытый вопрос иступления. Почему я не считаю Dead Space страшным? Жанрово это хоррор, бесспорно. Он работает по правилам хоррора. И я могу назвать его как угодно. Гнетущим, неуютным, некомфортным, атмосферным, жутким. Но вот страшным здесь не особо подходит. Главный и по сути единственный... Ну он поначалу страшный, а потом ты привыкаешь. ...отвечающий за страх и желание убежать, банальные скримеры, которые используются 80% времени. На полу лежит мертвое тело, которое на поверку оказывается не таким уж и мертвым. И скорее всего оно решит меня пранкануть, как только я к нему пройду. Это сработает раз, ну может два. Но после ты видишь мертвое тело на полу и из-за угла 10 метров просто шмаляешь в него для проверки, встанет или не встанет. В случае с Dead Space еще и стараешься отчекрыжить от трупа что-нибудь важное, чтобы если оно вдруг встанет, то сражаться было легче. В этом проблема хоррора в Dead Space. Инструментов для создания страха в игре минимальное количество, и все они иссякают через 20 минут. Но вот инструментов для истребления всего живого здесь хватит на полноценный шутер. И вот конкретно за это Dead Space на самом-то деле и любят. За возможность истреблять противников. Враги в Dead Space живучи, патронов у вас как полагается немного, поэтому вам приходится отсекать лишние конечности некроморфов, погружать их в стазис и паниковать, если вы промахнулись. Потому что цена за ошибку слишком... Аж пара аптечек. Битвы с некроморфами создают основной саспенс в игре. Сможем ли мы победить с минимальной тратой патронов и здоровья? Здесь происходит основной выброс адреналина, и даже есть возможность излишки этого адреналина выместить на уже мертвом некроморфе, низведя его до атома в своим тяжелым космоса погон. По настроению эмоциональному заряду, энкаунтеры в Dead Space мало чем отличаются от каких-нибудь скелетов в Dark Souls. Но специфика и механика Dead Space такова, что за то количество напряжения, которое дарит всего одна встреча с некроморфами, можно простить 10 банальных скримеров. Учитывая, что атмосфера, дизайн и жуть в игре так же хороши, как и стычки с некроморфами, и помня, что дорогие хорроры редкий гость, мы начинаем любить Dead Space как игру. И хотим полюбить даже ту ее невзрачную часть, которая отвечает за страх. Поэтому, когда в очередной раз она что-то внезапно падает в вентиляции, мы такие «Ой, напугал! Боюсь, боюсь, молодец!» Получается интересная ситуация, что даже в своем поджанре боди-хоррора Dead Space не работает по всем правилам и не особо к этому стремится, быстро сдуваясь. Но он работает как хоррор из-за совершенно других вещей из совершенно других жанров. Есть еще одна культовая серия игр, которую я не считаю страшной, но по совершенно другим причинам. Сайлен Хилл. Я не могу назвать ее страшной в привычном понимании слова страшной, и это самый главный плюс Сайлен Хилл. Что я подразумеваю под словом страшная? Какое-нибудь деформированное существо с бензопилой, которое носит костюм из человеческой кожи, и ему нужна моя кожа, чтобы шить из нее трусы для полного комплекта. Мой мозг говорит мне, знаешь что, образ существа с бензопилой в несексуальном кожаном костюме, это немножко, знаешь, дискомфортно. Мне не нравится. Я хочу убирать, как от этого избавиться, больше этого никогда не видеть. Треть не соваться в отдаленной деревне, где нет сотовой связи. Я просто сначала думал, что это Dead by Daylight, но судя по геймплею не особо. В общих чертах именно так и работает страх, но в Сайлен Хилл мясная опасность, которую можно избежать или победить, это вторичный источник твоего дискомфортного. По яйцам бьет. Основной это ты сам, твои фантазии и кошмары, которые воплотил Сайлен Хилл в игре. Твой главный страх абстрактный. Ты знаешь, что угроза есть, она всегда рядом, но ты не видишь ее источник, потому что он везде и нигде одновременно. Это страшнее, чем конкретный чувак с бензопилой. Ты не видишь, чего ты боишься, от этого боишься еще больше. И от этого страха нельзя убежать или забить его арматурой, ты находишься под постоянным давлением на нервы. Это и делает Сайлен Хилл таким неочевидно страшным, непривычно страшным, можно даже так сказать. Тебя не пугают прямо сейчас, тебя пугают каждую секунду, и поэтому возникает желание выключить эту игру, даже когда на экране совершенно ничего не происходит. То есть страха можно добиться самыми неочевидными способами, порой игнорируя почти все правила. Вот есть такая игра, как Даскерс, которая даже не хоррор, а роуглайк с элементами хоррора, но он может пугать так, что вы такие, о, да это лучший космический ужастик в истории. Даскерс, можно сказать, деконструирует сам хоррор, потому что если рассказывать о игре словами, вы не поймете, чего там вообще бояться. Главный герой игры сидит высоко в космосе на своем корабле и летает между остатками других кораблей, чтобы с помощью дронов собирать с них всякий хлам. В игре есть страшные звуки, есть враждебная инопланетная форма жизни, но вы сидите на капитанском мостике в полной безопасности, управляете бездушными дронами, вся персонализация которых заканчивается на именах, а перед собой вы видите лишь схематику корабля, опасности на которой изображены красными точками. То есть нам сейчас предложили бояться красных точек. Определенно, красные точки реально могут пугать. Вы не знаете, что находится в соседнем отсеке, вам неуютно и страшно, но вы попретесь туда ради хлама, рискуя все потерять. И этот риск, неизвестность и ваша надобность лезть в сердце ужаса, даже если вы не хотите, играет на ваших нервах, как на инвокере. При этом вы не видите, что конкретно вам угрожает, лишь красные точки или красные силуэты, которые страшно звучат и чертовски жутко выглядят в вашем воображении. Когда вы видите, как ваша блестящая цепочка действий рушится из-за одной ошибки, слышит разрываетесь, и, например, камеры дронов выключаются одна за одной, ваша фантазия рисует самые страшные картины случившегося, потому что все, что у вас есть перед глазами, схематичная карта корабля. Вашему мозгу не хватает информации, но он знает, что красные точки делают вам плохо, и сделает так, чтобы красные точки выглядели опасными у тебя в голове. Ну там, с клыками, бензопилами и желанием дотянуться до твоей жопы. Вам может показаться, что я очень далеко отошел от темы нашего сегодняшнего разговора, но так надо. Я привел примеры хорроров, которые не страшны, если о них задумываться, но они оставляют ощущение страха, если их вспоминать. И это именно то, о чем мы сейчас поговорим. Нагнетают. Тем более я умею телепортироваться к теме разговора за секунду, смотрите. Хоррор игр в стиле PS1 внезапно стали главным открытием жанра. Вообще, димейки и PS1 графика это новый тренд инди-разработки. Раньше все делали игры 8 бит, потому что ностальгия и это изи, теперь PS1 стайл новая ностальгия, и это фильтры в юнити доступны любому. Через годик нам это все осточертеет, но сейчас стоит признать, что графика PS1 охренеть какая крутая. Вот это треугольное месиво, да, я обожаю это дерьмо. Я могу забыть, что старые игры выглядят хуже, чем я помню, но я точно буду помнить, как резал глаза треугольники, пытаясь понять, что вообще на экране происходит. Рожденная из технических ограничений, графика PS1 за свой короткий цикл жизни достигла больше, чем графика Crysis или The Last of Us 2. Она стала стилем, причем настолько состоявшимся, что мы принимаем его таким, какой он есть, кривым. И в воспоминаниях он у нас точно такой же, и нам это нравится. С PS1 графикой, как по мне, не работает вот эта вот штука, когда твоя фантазия дорисовывает недостающие полигоны и детали, и поэтому в твоей голове графика становится красивее, четче и приятнее. С 8 бит это работает, с 3D играми двухтысячных это работает, но не с PS1 графикой. Закройте глаза, закройте глаза. Я вижу графику. И представьте себе игру с PS1. Вы видите плавные формы и 4К текстуры? Нет. Треуголы, дерганая анимация и ладони-шарики. Это у нас уже на подкорке. PS1 графика выглядит как наша фантазия, я не устану этим восхищаться. Я рад, что стиль PS1 возвращается, и вы можете подумать, что я странный, ведь он стрёмный в плане кривой, кому понравится на такое смотреть. Но ведь он еще и стрёмный в плане... стрёмный. Если долго всматриваться в это лицо, оно появится у вас в кошмарах. Графика PS1 может пугать там, где пугать тебя особо и не собирались. Вы вот это видели вообще? Я Человека-паука боялся проходить до конца, потому что там сидит вот эта вешеная ебака. На PS1 безобидные детские игры могли в любой момент превратиться в ночной кошмар и сломать тебе психику одной единственной сцены. И спасибо за это, надо сказать, именно графика. То есть стиль PS1 игр внезапно становится таким же неочевидным инструментом хоррора, как встреча с некроморфами, нечто абстрактное и красные точки. Даже исторически графика PS1 связана с хоррорами, потому что в момент ее появления состоялось становление жанра survival horror со всеми Alone in the Dark, Resident Evil'ами и Silent Hill'ами. И пару лет назад инди-разработчики это осознали, став клепать небольшие игры в стилистике PS1. Не знаю как... Но вот эта игруля, которую я Сереге включал, она примерно в таком же графоне. А, вот ее постримить. Хотя он выпендривался, а мне было забавно наблюдать. Да, из чего это точно началось, но заметил я этот тренд с Haunted PS1 демодиск. Сборник коротеньких, максимум на 30 минут пугалок, каждый со своей историей, геймплеем и атмосферой. Не все демки из этого набора одинаково хороши, и не сказал бы, что все они стоят того, чтобы запуститься на вашем компьютере. Но главное, что после выхода этого демодиска инди-сцену буквально разорвало. И сейчас так называемых утерянных хорроров с PS1 можно начать... Да, я заметила, что и фильмы ужасов в основном в ретро-стилистике снимают про старое время. Про старое время, так сказать. Ну да. ...пытать десятки, если не сотни. Используя стиль PS1, даже самую банальную концепцию хоррора, где вы бродите по коридору с призраком в конце, можно сделать как минимум жуткой. Но более интересны те случаи, когда страшными становятся вещи, которыми страшными быть не должны. Как пример, Night of the Consumer, которая меня прям покорила. Вы продавец в типичном супермаркете. Ваша задача – разложить по полкам товар и помогать посетителям найти нужный отдел. А самое страшное, что с вами может случиться – вас уволит менеджер. Это все. Тут не будет кишок, перемещения в измерение адского ада, крови. Вас никто не хочет убить и снять с вас кожу. Единственное, что вас будет пугать – это посетители, которые внезапно выпрыгивают на свой бок, требуют отписки к нужному стеллажу, и если вы не сделаете это достаточно быстро, появится менеджер и снимет вас с должности. Это очень странно звучит, но это работает. Жуткие морды посетителей сначала подпугивают вас внезапностью, потом раздражают, потому что мешают делать вам основную работу, а потом они превращаются в настоящий источник страха. Вы будете находить любую возможность, лишь бы избежать встречи, натурально прятаться в подсобке, боясь выходить и тратить нервы, озираясь вокруг. Стиль PS1 в этой игре роялит, как мне кажется, на 70%. Он создает нужную атмосферу кривого безумия, поехавшего сознания, причину, по которой обычные посетители гипермаркета могут превратиться в... У меня в голове это просто характеризуется всратые страшилки. Или этот, хоррор со всратой графикой. Когда ты социофоб, но вынужден работать в сфере обслуживания. Ох, для Насти это самый страшный хоррор. Да, у меня под конец работы в аптеке началось такое, что я слышу, короче, колокольчик, открывание двери в аптеку, и у меня сердце заходится от тревожности. Это я поняла, что это уже все, это жука. Это как у меня от звонка, это, от звука скайпа. А, потом такое от звука скайпа появилось. Без всех этих угловатых форм и страшных безумных лиц посетителей игра могла бы не... Ну, со звонком было все гораздо уже. ...работать так, как она работает. И при этом, несмотря на крутую задумку и на не менее крутое исполнение, вы вряд ли бы играли в Найтов за Консумерс часов 5, как в любой обычный инди-хоррор. Игра длится минут 15, этого более чем достаточно. Ты не успеваешь устать от концепции игры и привыкнуть к ее раздражителям. Игра быстро заканчивается и... А, Леша довольно долго в ней бегал. ...и остаешься под эффектом. И большинство утерянных PS1-хорроров, которые нынче выходят, проходятся примерно за столько же. Правда, перспективы устанавливать на компьютер 15-минутную игру, которая вполне вероятно может быть плохим хоррором, это, конечно, минус. Но, как я говорил в начале, в утерянные PS1-хорроры можно не играть, их можно смотреть. Это, наверное, единственный случай, когда я согласен с тем, что игры можно проходить на ютубе. Они не требуют вашей прямой интеракции и полного погружения, потому что... Чисто контент для стримеров и летсплейщиков. Идеи и концепции в PS1-стайл-хоррорах чрезвычайно просты, их можно понять буквально за секунду. А визуальный ряд из треугольников и полигонов мгновенно создает дискомфорт, неуют и прочие синонимы. Получается, что утерянные хоррор-игры с PS1 можно превратить в жуткий короткометражный сериал на ютуб, и это работает. Попробуйте посмотреть ВОК. Там маленькая... Можно сделать этот... Своё любовь-смерть и роботы. Ха. Ну да. Страх пикселей. И всратость какая-нибудь. Девочка бегает по стильно обработанным фотографиям и прячется от некого существа, которое везде её преследует. Вроде банально, но ты физически ощущаешь дискомфорт, как будто смотришь на всё через камеру наблюдения. Эта игра настолько хорошо передаёт ужас преследования, что в неё можно не играть, но вы всё равно прочувствуете основную идею. Так, конечно, происходит не со всеми PS1-играми, но со многими. И это залипательно. Это не только отдельный жанр в игровой индустрии, но и, по сути, отдельный жанр на ютубе. Короткометражные хоррор-игры. А что нам ещё надо, чтобы скоротать время до выхода Dead Space или другого дорогого хорошего хоррора? Да в целом, ничего. Если вы введёте в строку поиска PS1-style horror, вы откроете целый сегмент ютуба, который раньше вы не замечали. Не думаю, что PS1-движение на этом закончится. Можно только гадать, что воображение инди-разработчиков сможет сделать в дальнейшем. И в каких местах будет использоваться Что это было? И в каких местах будет использоваться фон и мешанину пикселей, которая так хорошо наводит жуть и дискомфорт одним своим существованием. Надеюсь, я открыл для вас дверь в небольшой и утерянный Это Норман Ридус. И вам это понравилось. Поэтому не забудьте ставить лайк, подписаться на канал и звонить в колокольчик. А также заходите в группу ВК и Дискор-канал. А на это всё. Пись вам, люди. Пока. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok